1873 год создания одного из старейших российских цирков. На обновленном фасаде цирка имени братьев Никитиных застыла его история. 1963 год. Именно тогда завершилась первая капитальная реконструкция. И здание получило свой нынешний облик. Фигуры на его фасаде символизируют связь времен. Масштабный ремонт в цирке начали три года назад. Не раз сдвигались сроки сдачи объекта. Сейчас работы здесь проводит московская фирма «Равелин». Фасадом же занимается саратовская компания «Классика». Идея принадлежит человеку, которому неравнодушен внешний облик нашего родного города. Мы поддержали идею. Мне тоже очень интересно поучаствовать в этом проекте. Мы сделали эскиз, утвердили и вот сейчас на данный момент реализовываем именно проект по фасаду. Здание цирка имени братьев Никитиных – объект культурного наследия. Отсюда и сложности при проведении работ. Любой шаг требует согласования. Идея, предложенная компанией «Классика», получила одобрение на общественном совете. Акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты и животные. Всего 19 фигурок удачно расположились на металлическом каркасе перед фасадом цирка. Приветствую будущих гостей. Смысл здесь показать именно те представления, которые происходят в цирке. То есть, как обычно, что на арене цирка слоны, какие-то животные выступают. А именно под куполом цирка – это акробаты, гимнасты какие-то. О, тюлень или что это? Морской лев. Помнишь, как в дельфинаре? Раньше не было ничего такого, а сейчас вот новые элементы появились. И сразу понятно, это цирк, и хочется туда пойти. Ну, привлекает зрителей. Ну что, ну это, в общем-то, и символизирует и цирк, и его работу. И, в общем, очень все замечательно просто. Ой, да я еще помню, когда меня родители водили в цирк. Он был деревянный. И внутри, что у меня осталось, мне где-то, может быть, год-четыре было вот так. Вот такой вот, этот самый, арена была внизу, а сверху вот так вот было все сделано деревянное. И вот как в цирке в этом фильме, этот Каточников ездит на мотоцикле вот так вот. И здесь также вот на мотоцикле проезжали вот так до самого верха. Когда раньше висела просто реклама, не было ощущения гордости, а теперь смотришь, понимаешь, что это цирк. Да, да, похоже на цирк, поэтому мне гораздо больше нравится, как сейчас, нежели было раньше. Так что спасибо мастеру, кто придумал. Малая архитектурная форма от компании «Классика» планируется и внутри здания цирка. Оформление вестибюля, лестниц, входных групп – все это будет перекликаться с тем же сюжетом на фасаде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова